Алло. Алло, Дмитрий Федорович, здравствуйте. Ангелина, телеканал Настоящее Время. Есть у вас минутка? О, что? Мы просто сегодня в новостях обсуждаем закон о клевете. Очень бы хотели у вас небольшой комментарий взять по поводу закона. Чего? Какой закон? О клевете. О чем? О клевете. Не надо мне комментарий не дать идти в жопу. Вы прослушали официальный ответ действующего депутата Государственной Думы РФ, фракция Единая Россия, естественно, фамилия депутата Вяткин. А еще Вяткин является одним из авторов закона проекта о клевете в интернете, то есть защитником морали. Отвечал народный избранник на вопрос журналиста настоящего времени. Это официальная СМИ на минуточку. Причем не какой-то левый вопрос коллеги пытались задать человеку как раз по теме его инициативы, ставшей законом. И по этому закону нам теперь жить. Сами все слышали. Хоть кто-то удивился. И это правящая элита цвет, так сказать, генофондовой. Начинаем. Ну и коль скоро сегодня новогодний выпуск на календаре 31 декабря, я предлагаю поговорить о наших политиках, которые, значит, ведут нас в светлое будущее или не ведут. Ну, о самых ярких, о том, насколько российские политики зрелы и самостоятельны. Стоит ли чего-то от них ждать вообще? Я имею в виду рывков, прорывов, о которых некоторые говорят неустанно. Такая легкая программа намечается без грузилова. Просто разберем ребятишек на атом и проанализируем. Может быть, даже поулыбаемся вместе. Это реальная журналистика на старт. Внимание. Поехали! Ну и начать предлагаю вот с чего. Знаете, лет 10 назад я как-то серьезно задумался о происходящем у наших соседей в Украине. Я тогда снимал документальный фильм о политтехнологах. Приехал в Незалежную, где в тот момент происходил практически чемпионат мира по идиотизму, по политтехнологиям. У них какой-то сумасшедший дом творился, 7 туров. А различных выборов за два года случилось. Это кошмар на самом деле. Если мы посмотрим на нашу политику, она очень непрофессиональна. В ней состоят люди, которые пришли во власть и учиться они уже не хотят. Они пришли во власть, они смотрят, подходят к карте города, страны и обалдевшими от счастья глазами смотрят и думают, это все мое. И вот о чем я подумал-то тогда, надо же. А ведь по сути у украинцев вообще нет выбора. Они 10 лет выбирают между тремя кандидатами. Ющенко, Тимошенко, Янукович. Другие варианты попросту отсутствуют. Знал бы я тогда, что бывает хуже и будет, причем не где-то там, а в моей стране. Что однажды мы тупо приплывем и как безмозглые индейцы из племени Тумба-Юмба, слыша вопрос, кого вы видите вождем, сможем вспомнить лишь две фамилии, а их действительно две. Сегодня Путин, Навальный, все. 146 миллионов человек в России живут и только про этих двоих народ что-то слышал. А у нас, между прочим, 2,5 миллиона чиновников трудятся на благо Родины. А у нас, между прочим, 7,5 тысяч депутатов различных уровней. О народе ежедневно думают. Как так получилось? Что этих героев никто не знает? Тут, к слову, на Медне смешной опрос из Челябинска подвезли. Так вот, две трети челябинцев понятия не имеют, кого они избрали депутатами и кто ими рулит из высоких кабинетов прямо сейчас. Мы предложили прохожим 20 фотографий депутатов. Для объективности портреты парламентариев разбавили снимком городоначальника Давыдова и еще парой медийных персон. Впрочем, такая фотовикторина большинство граждан поставила в тупик. Так что выбор пришлось сузить до двух персон – главы администрации и главы города. Без казусов не обошлось. А потому что выхолостили всех за 20 лет царствования великого кормчего, но об этом позже, сперва несколько слов хочется сказать о феномене главного конкурента Кащея, простите, светлейшего князя, конечно же, о феномене Алексея Анатольевича. И так, вот к этому человеку можно относиться как угодно, но нельзя не признать, на фоне нашего ЦК, Навальный выглядит реально выигрышно. Молодой, симпатичный, креативный, с харизмой, обладает острым умом, всегда в гуще событий. Даже стрёмные для себя моменты может в полезные обернуть, помните, зелёнкой в него плеснули. А он ещё и хайпанул на ОНОМ. Мне, кстати, вообще смешно, когда российские недопропагандисты, потому что, как по мне, это даже не пропагандисты, уже это давно ленивые, тупые увольни. Так вот, мне смешно, когда эти ущербные, уничижительно называют Навального блогера. Всему виной тот самый твит блогера Навального, где защитник Родины был назван халуем, позором страны, предателем и человеком без совести. Да нет, мои гороховые, блогер, равно как и журналист, это человек, который обсуждает информационную повестку, работает с информацией и несёт её в массы. Что, кстати, тупоголовые пропагандисты тоже делать разучились, а Навальный эту информационную повестку создаёт. Разницу ощущаете? Вот выдал перед Новым годом даже не своё расследование. Это было расследование иностранных журналистов. Алексей Анатольевич в данном случае выступил как конферансье скорее, а итог. Вся страна обсуждает его трусы. Навальный непревзойдённый политтехнолог нашего времени, а ещё Навальный – это уже бренд. Привет, это Навальный. Ребята, привет, это Навальный. Привет, это Навальный. Вообще, я бы назвал этого человека медиамагнатом новой формации. Он реально создаёт и реализует очень успешные медиапроекты и зарабатывает на них. Спрашивают всякие Соловьёвы, чем он живёт? Да у мужика талант. Из кого угодно звезду сделает – это профессия. Как у Эрнста, например. Кстати, на что ещё обратил внимание? Вокруг Навального собираются исключительно профессионалы. Никак у его бестолковых оппонентов – жена, тёща, в штабе выседают, лишь бы всё в семью. Этот нанимает только профи. Потому и успех товарищу сопутствует в том числе и на политической арене, то есть везде. Вот хочу показать вам ещё одно интервью, тоже десятилетней давности. Говорил я тогда с человеком, который почти два десятка лет. Отработал пресс-секретарём очень уважаемого политика. Он и сам был уважаемым пресс-секретарём, не как Песков. Сейчас таких не выпускают? Просто послушайте. Каким должен быть настоящий политический деятель? Для политика очень важно говорить с народом на одном языке. Раз. А во-вторых, говорить народу то, что хочет этот народ услышать. В данном конкретном случае. Не вообще. А вот ты приехал в эту деревню, да, или в этот район, или в этот город, да? Ты должен хорошо знать, что, чем живёт это, эти люди. А вот теперь предлагаю обратить свои взоры на оппонентов Алексея Анатольевича и просто сравнить. Ребят, ну слушайте, ну это же ЦК КПСС, причём не самый лучший его состав. Тот ЦК, который весь СССР возненавидел в определённый момент. К чему это привело, мы все в курсе, да? А теперь проведите параллель, аналогию. ЦК 2020. Во главе дряхлеющий больной вождь. На бровей только не хватает, а-ля заброшенные кукурузные поля. Челюстью, впрочем, пока не шамка, дорогие товарищи. Но стариковский кашель стал нормой, нет? А, ситуация, как была острой, так и остаётся. А острый, извините. Ой, а как чё скажут из последнего, я прям угорал. Путин потребовал не останавливать развитие России. Чего он потребовал? И, кстати, интересно, до этой глубокой мысли Владимир Владимирович сам додумался. Или Хэллоуи, простите, сотрудники ведомства господина Пескова таким образом покреативили. Друзья, ну это же правда, аншлаг из неизданного. А дальше-то ведь будет хуже. Они, как и выборы, собрались выигрывать в 24-м. Деда Вова не молодеет, а поменять его неким они сами. Сделали из кремлёвской политики театр одного актёра, потому что, не дай бог, с вождём что-то случится. И рухнет этот карточный домик под названием «Скреп-держава». Вся эта ватная стабильность ведь только за счёт имени деда держится. Не будет деда, не останется ничего. Теперь давайте посмотрим на президиум ЦК. Слушайте, тоже недалеко ушли. Это ж на 80% дом престарелых какой-то. Ага, не так страшно быть дедушкой, как спать с бабушкой. Ну, по бойцам пробежимся. Матвиенко, 72 года. Лавров, 70. Шойгу, 65. Зюганов и Жириновский, по-моему, вообще Ленина видели. Памфилова, 67. Ну, это та, что 12 лет отпахала на производстве, оказывается. Я вообще-то в советские времена 12 лет отпахала на производстве. А вы пока, я не видела, что вы вообще зарабатывали круто тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете. Кстати, вот тут небольшое лирическое отступление сделаю о том, как Элла Александровна отпахала на производстве. 12 лет. Помните Шурочку из «Бессмертного служебного романа»? Вот сегодня его опять по телевизору будут показывать. Так вот, и госпожа Памфилова также пахала в правкоме. Просто не помнит уже старенькая. Шура, если память мне не изменяет, вы числитесь в бухгалтерии? По-моему, да. И они там все такие. Кто по комсомольской линии, кто по профсоюзной. То есть никогда в жизни эти люди ничего, путь него не делали. Уж точно не упахались. В Госдуму предлагаю заглянуть. Ну и там, конечно, не такой дом престарелых, но приют фриков однозначно. Ну, посмотрите на этого товарища депутата Вострецов. Честно, долго искал хоть сколько-нибудь неотталкивающую фотографию данного персонажа, не нашлось. Кстати, это Вострецов, автор высказывания о пенсионерах, продающих укроп. Продают, потому что жалко выкинуть. Пару пучков в день толкнула неплохая прибавка к пенсии. Это Вострецов предлагал обложить налогом домохозяек. Мол, работают же на благо семьи, значит, пусть и налоги платят. Это Вострецов предлагал отбирать детей у родителей, посещающих оппозиционные митинги. А знаете, в какой должности? Чел упахивался до туго, как стать депутатом. Как и Памфилова, штаны в профсоюзе просиживал. Следующий член ЦК вашему вниманию. Все эти полтора месяца было много встреч со избирателями. И практически везде они говорили о будущем. О том, кто возьмет на себя ответственность за страну. Возраст соответствующий, 84 года в марте бабушки исполнится. И, наверное, кто-то меня сейчас захочет пристыдить. Ну что уж ты так бабу валют, а с этим бездельником на одну ступень ставишь. А она все-таки в космос летала. Первая женщина-космонавт летала. Вот только было это 57 лет назад. Кто-нибудь из вас в состоянии ответить на вопрос, что затем все эти 57 лет госпожа Терешкова делала? Чем занималась вот после того, как в космос слетала? И я вам отвечу. При власти тусовалась, и при нынешней тоже. Именно тусовалась. Ничего толком не делая. Пруфы легко. В депутатах с 2008 года о законотворческой деятельности полторы строчки в Википедии. Я не шучу, полторы строчки. Откройте, посмотрите. Это как? 12 лет на службе народу в десяток слов всего уместились. А еще у нас есть такой властный орган, как Совет Федерации. Впрочем, зачем он нужен? Похоже, не знают даже в ЦК. Туда отправляют списанных пенсионеров, но заслуженных. Или просто тех, у кого фляга потекла окончательно. Мизулину, например. Клиша Собокову. Или вот Лахову. Помните такую веселую, разбитную мадам? Женщина лета 2020. Вот такую номинацию я бы старушке присвоил. Или рекламируют мороженое, которое тоже называют радугой и так далее. Потребляйте это мороженое и так далее. Поэтому это косвенно. Но это все-таки заставляет привыкать наших детей к тому свету, к тому флагу, который, в общем-то, вывешивал себя в том числе. И слушайте, ну вот бог бы с ним. Это ЦК рано или поздно оставит нас всех в покое в силу естественных причин. Повторюсь, они там все не очень юные. Но ведь старички во власть отпрысков своих потащили. Сын Патрушева сегодня министр сельского хозяйства. Сын Жайновского депутат. Лиза Пескова занимается изучением общественного мнения по заказу мэрии Москвы. Дочь Мизулиной, никому неизвестная Катя, минувшим летом вошла в состав общественной палаты России какую-то общественность. Она представляет. Я могу перечислять эти фамилии до самого боя курантов, но нужно ли? Вы и так ведь уже все поняли. Нет, я ни в коем случае не навяливаю вам мысль о том, что Навальный это хорошо. А вот кремлевская, братва, совсем плохо. Совсем плохо в данном случае другое. В том, что мы наблюдаем. Вот именно сейчас вырождение российской политики как таковой. Ну вот если пример привести, почему монархическая модель власти обречена изначально? Потому что там начинается кровосмешение, инцест, и в конце концов рот тупо погибает. Уроды на свет появляются в прямом смысле. Вертикаль российская примерно тем же недугом сейчас начала страдать, ну в переносном смысле. Однако итог-то станет тем же вырождение. Вы уверены, что этого хотите? Все. Это была реальная журналистика, друзья. С Новым годом! Не забудьте воткнуть диск. Не мне, знаете кому, да. Ну и увидимся в 21-м. Пока-пока!